Ну что ж, всем привет, кто будет смотреть данное видео, да, потому что не поздоровалась я, да. И, конечно же, дорогие коллеги, я вам хочу сказать, что Доминикана для меня, лично для меня, это прям рай. Почему я так говорю? Потому что я такого нигде никогда не видела. И честно вам скажу, что там ездило сотни директоров, да, практически 400 директоров, но об этом позже. И все, кто там был, они говорили, что такого в компании Faberlic еще не было. Вот так здорово, так классно, прям невероятно круто. И вообще, вот вы просто не представляете, мы удивлялись, делая каждый шаг по отелю, каждый шаг по океану, каждый шаг по Карибскому морю, да. То есть эти 10 дней, они были просто захватывающие, да. И причем мы летели чартерным рейсом, то есть время на дорогу заняло всего 11 часов перелета, что тоже здорово. Конечно, я очень позитивный человек по своей натуре, и вы знаете, я вылетала в свой день рождения. Мой день рождения в этом году был самый длинный, он был на 7 часов дольше, да. И, конечно, бесконечный поток подарков, это просто великолепно. Самый крутой подарок, это был от моих дорогих коллег еще в Москве. Мне Олеся Владимировна спела песенку, меня поцеловало 20 директоров. Да, Николай Андрейко подарил мне огромный букет из роз и часы с кристаллами Шваровский, да, как от наставника своему ученику. Да, то есть это просто, просто круто. Да, и на этом сюрпризы не закончились, с утра мы встали, еле расковыряли глаза, потому что, ну, сами понимаете, день рождения, день рождения, хоть я и не особо принимаю спиртные напитки, но все равно мы засиделись немножко подольше, чем нужно. И с утра мы встаем, идем в аэропорт, все не выспавшиеся, но все с такими предчувствиями классными. И вот ко мне подходит Иркин Ирбачаев и дарит мне букет цветов прямо в аэропорту. Вот, и вы знаете, я так была удивлена, думаю, вот это день сюрпризов, вот это круто, вот это классно. Да, конечно же, мы выехали, стартанули на самолете, очень все хорошо организовано, нас всех собрали в кучку, боялись все время нас всех потерять, растерять. Хотя, сами понимаете, что первая группа вылетала, вторая через Париж вылетала, которая участвовала в Лиге предпринимателей, у них там был какой-то педсовет, ну, что-то типа этого, да, что-то важное они говорили. А вторая группа у нас с вами как раз-таки и была наша основная, да, которая не участвовала в Лиге предпринимательства и которая прямо здорово отдыхала, да, без усталости, да. Конечно, все вы знаете, что я получила чек с старшим национальным директором, также я получила золотую брошь, вот, ой, Антош, а кто-то у меня золотую брошь прибрал. Бумаги найти, нету, да, есть? Вот, да, я получила золотую брошь, вы представляете, с настоящим бриллиантом, не только чек на миллион двести пятьдесят, но и вот такую вот брошьку. Я ее не сфотографировала, конечно, крупно, потому что решила показать вживую. Пробу я уже, конечно, сорвала и вот такая вот красота, вот такая вот красота, плохо, да, фокусируется, с бриллиантиком. Масса пять, пять и тринадцать, вот, вставка бриллиант, золото пятьсот восемьдесят пятая проба, да, такая вот красота. Тут снизу написано Фаберлик, вы знаете, очень классно. Николай Андрейко тоже такой подарили, Светлане Спиридуновой тоже такой подарили. И следующий их подарок будет вот точно такой же с бриллиантом, да, то есть национальный без бриллианта, да. Вы знаете, Фаберлик за каждое звание с уровня серебра дарит золото. Помимо премии идут подарки золотые, но помимо премии вот там просто значок ФЛ, да. ФЛ, золотой директор с одним бриллиантом, рубиновый с двумя бриллиантами, бриллиантовый уже с тремя бриллиантами, да. А дальше уже элитный, элитный, вот за элитного я, к сожалению, еще пока не получила. Вот получила только за старшего национального такой значок. Огромный такой чек, решил его вам не показывать, потому что, я думаю, все вы видели. Но это нам на двоих подарили, Зоя. У нас один номер на двоих, у нас семейный контракт. С Антоном мы с ним объединились, когда я уже была на уровне старшего директора, да. Я думаю, это классно, что компания Фаберлик дарит и золото, и путевки, и такие премии. А мы просто работаем и делаем каждый день одно и то же, и все время становимся выше, 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 если не прекращаем работать. Вот это на самом деле так, и оглянувшись назад, мне хочется с вами немножко пооткровенничать, да. Когда я была на 6, на 9, на 15% от меня, ну, так же, конечно же, как и от вас уходили лидеры, лидеры, а я не свернула с пути, я не свернула со своей дороги. И вы знаете, я сейчас смотрю, они работают на обычной работе, да, живут от зарплаты до зарплаты, наскребают денежку на дорожку, да, наскребают там денежку ребенку на школу и так далее, и так далее. И мои же дети не нуждаются ни в чем, да, то есть у них самая дорогая мебель, у них самые дорогие игрушки и так далее, и так далее, да, то есть я их вожу всегда в платную клинику и, в принципе, могу позволить себе очень-очень многое, да, со своими выплатами. И самое главное, что я бесплатно отдыхаю на таких шикарных курортах, это просто невообразимо. Да, да, все вы знаете, что мы в прошлом году летали в Шри-Ланку, да, забыл, да, мы в прошлом году летали в Шри-Ланку, когда мы были на уровне уже драгоценного директора, нет, да, бриллиантового директора мы были на уровне, да, и еще самое интересное, что в прошлом году, что в этом году на ассамблее выдавали журнал «Фаберлик Старт», вот, и там мы были номер один по росту среди России, и в этом журнале мы опять-таки стали номер один по росту среди России. Но честно хочу сказать, что у меня в структуре есть девушка Светлана Спиридонова, которая закрыла пять званий за год, и это место было ее, да, потому что я закрыла за год три звания элитный, национальный и старший национальный, и открыла международного, да, то есть вот в этом каталоге у меня не хватает одной веточки, не хватает, по-моему, 600 баллов уже до уровня старшего международного директора, да, это у нас сколько директорских веток, я уже путаюсь? Да, это уже 20 у нас сейчас директорских веток, старший международный, это 21 директорская веточка, да, и я хочу сказать, что эта награда принадлежала именно Светлане Спиридоновой, потому что она выросла по званиям намного быстрее меня, она закрыла пять званий, она закрыла серебро, она закрыла золото, рубина, бриллианта, потом элитного и национального, то есть шесть даже, да, получается, или серебро она закрывала или нет? Нет, по музыке тоже было. А, по-моему, ну, даже с уровня золота и то пять званий за год, да, она сделала, да, то есть, конечно, я рада, этому рада. Это получается, Аленочка, упорным трудом и желанием работать, зарабатывать и обеспечивать свою семью. Нужно быть морально сильной, физически слабой, то есть сидеть и тыкать кнопочки, да, то есть, когда новички приходят на проект, да, вот, Светочка, я сейчас вам хочу, не Светочка, а Аленочка, да, хочу сейчас к вам обратиться, их заставляют делать одно и то же, да, зарплата маленькая, они говорят, ой, я устала, я не буду, да, три часа в день тыкать кнопки, это так тяжело для них, да, и люди могут так и не дойти до конца, вот. А вот, допустим, снизу написала Елена Лебедева, да, и она делает приросты даже в двухнедельный каталог. Леночка, напиши сама, сколько у тебя было в последний двухнедельный каталог прироста? 200 с чем-то баллов, я точно помню, да, то есть, вы должны сейчас понимать, что все в ваших руках и выполнять одинаковые действия каждый день, это легко, это легко, но от этого устается, но это надо делать для того, чтобы, вот, 222 балла прироста за, на 12% уровне за двухнедельный каталог. Пожалуйста, человек их сделал, и я горжусь Еленой, потому что Елена осталась без наставника, она написала мне, а много ли у меня времени, да, то есть, мы минимально созванивались, мы минимально списывались, да, то есть, Елена очень самостоятельная девушка, она растет сама, и она уже умеет проводить планерки, и причем все, кто ее смотрел первый раз, сказали, что сказали, да не скажешь, что она первый раз ведет, она отлично отвела, да, то есть, вот, пожалуйста, о чем это говорит? Это говорит о том, что Елена трудолюбивый человек, вот и все, в нашем бизнесе, чтобы потом хорошо отдыхать, нужно сначала создать бренд, создать структуру, а потом уже отдыхать, да, то есть, вот так вот, нужно верить в себя и понимать, что в итоге вы будете зарабатывать намного больше, чем на работе по найму в итоге, да, сначала вы зарабатываете меньше, а потом вы будете зарабатывать больше, чем на работе по найму. Вот, если взять пример, что Антон зарабатывал 25 тысяч на работе по найму, работая на государственном заводе с тремя зарплатами, да, пусть это будет, ну, 27 тысяч, да, если 13-ю зарплату раскинуть на 12 зарплат, да, и мы начали понимать, что его зарплатка мешает нашему бизнесу, и он уволился, и мы стали расти вдвоем, и вот тогда и пошел рост, когда уже в семье поверят, когда все, а вначале, конечно, я шла одна, да, я шла одна, и вы знаете, я нисколько не расстраиваюсь, что вот там где-то что-то мне, где-то с ребенком, где-то кушать приготовить, где-то порекрутировать, где-то ответить на вопросы, где-то провести планерку, мне нравилось, мне нравилось расти, я понимала, что у меня получается. Итак, когда мы зашли на ассамблею Фаберлик, нам сразу выдали вот такие вот путевочки, в этих путевочках были книжки с подробным расписанием, представляете, полностью все расписано по дням, я выкладывала фотки в инстаграме, так, сейчас я скину, вот, ну и поедем с вами дальше, значит, смотрите, практически 400 человек заработали путевки в Доминикану и туда поехали, это было просто классно, вот первое впечатление, это какое, вау, я буду отдыхать 10 дней среди сильных людей, которые достигли результатов с уровня золота и выше, да, должны понимать, как это круто, прошли, да, вот, с уровня золота и выше. Люда, много у кого не получается, просто нужно отбросить все и идти вперед, и вы знаете, я нисколько не пожалела, что я отбросила все сомнения и пошла вперед, вот. Такие вот нам путевки выдали, там же была виза, еще что-то, да, то есть все уже за нас сделала компания, нам нужен был только загранпаспорт, который мы должны были протянуть в аэропорту, все, понимаете, только загранпаспорт. Компания Фаберлик полностью обеспечила нам путь до самых мелочей. Ну, вот, как вы видите, Доминиканская республика, она очень маленькая, да, летели мы, конечно же, из Москвы туда, и было немножко страшно, когда взлетал самолет, я думаю, боже мой, ну, там не трясет, самолет здоровый, двухэтажный. Антош, сколько там людей помещалось? 500-600 человек. Да, вот, и вы знаете, это вообще круто, это вообще круто, когда летишь с таким количеством людей, перестает быть страшно, мы смотрели, ходили в окно, да, то есть нас там два раза кормили горячей едой, там давали все, да. Вот, дальше, значит, все, мы приземлились, мы прилетели, да, то есть в мой день рождения, это был вообще день чудес, я в таком была в восторге, и он еще не закончился. Вот, значит, это вся наша дружная компания, кроме Александра Распупова, потому что Александр Распупов нас как раз на этой фотографии фотографировал, и еще тут нету Светы Спиридоновой, потому что Света Спиридонова тоже к именингану летала. Давайте же поговорим, видно ли мою мышку, да, то есть это Ирина Ткаченко у нас, вот. Далее идет Райхана Бурахмонова, это Рубиновый директор с Таджикистана, далее сзади Джаха, Джахангир, да, он муж Райханы, который машет рукой, так вот такой значок показывает, да. Далее, значит, Таня Распупова, жена у Александра, который нас сфотографировал, как раз они открытые бриллиантовые директора, подтвержденные золотые директора, далее, значит, мой наставник, дорогой Коля Андрейко, национальный директор, далее, значит, Татьяна Сафронова, Рубиновый директор, так, Сережи Попирайко нету еще, да, Таня ездила с мужем Сережи Попирайко, вот, также нету Антошки Кононова, да, то есть, как вы видите, и с краю самое белое, это я, вот. Честно скажу, подгорала два раза, как уголек, потому что забывала вовремя мазаться. Нету мышки? Нету мышки. А вот теперь, есть ли мышка? Есть, да, ну вот, отлично, буду мышкой сейчас показывать вам. Далее, значит, вот тот Александр Распупов, которого не хватало на фотографии, Антошка будет, Сережка будет, вот Саше, именно Саше было мало, потому что он за нами везде бегал с фотоаппарата, а я вот такой классный кадр поймала, что Саша прыгает как раз в воду, я, ааа, быстрее фотографировать, я думаю, фотка получилась смешная и классная. Вот. Далее, значит, вот это самолет, классное обслуживание такое, было хорошее, все было здорово, все было четко, мы были довольны, как вы видите, мы оба в одежде Фаберлик, да, то есть полностью одеваемся в Фаберлик, да, и, конечно же, прибытие в аэропорт 2 октября. Когда вас встречают доминиканцы, они вам могут станцевать, они вам могут налить какие-то коктейли, да, то есть они у вас сразу забирают сумки, сразу их уносят в автобус. Автобусы были классные, люксовые, и, если честно, очень удивительные. Почему? Потому что, вот, знаете, только мы вышли с аэропорта, то я обалдела, полностью соломенная крыша, я так ходила, думаю, боже мой, почему крыша и солома? Оказывается, это самый дорогой аэропорт в мире, да, который в обслуживании, прям, ну, в общем, рекордсмен, да, по дороговизне обслуживания. Вот, здание аэропорта напоминает большие бунгало на берегу моря, вот, на самом деле, так, я так иду, думаю, боже мой, это аэропорт или уже отель, может, начался, знаете, вот такие сомнения, потому что уже было безумно классно, красиво, да, то есть, вот, прям, красота с первого взгляда, как только мы вошли, крыши покрыты пальвами листьями оказались, это я потом уже в интернете пошла читать, чем покрыты крыши, да, и, на самом деле, во многих зданиях отсутствуют стены, и на большинстве территорий растет огромное, просто огромное количество разных пальм, которые вам по пояс, по колено, там, выше вас, просто неописуемо красиво, я уже под таким впечатлением, это внутри аэропорт, да, как вы видите, все прям выложено именно пальвами листьями, меня это очень удивило, а далее, значит, вот мы в таких люксовых автобусах ехали до Мелия Карибиан Тропикал, значит, The Level был, да, по-моему, у нас, Антош? Да, The Level, я так и не выучила, пока запоминала, 10 дней прошло, и так и не запомнила, вот, нас, значит, доставили, там, конечно же, кондиционеры, сразу же поставили такую огромную бадью и выдавали нам ледяную воду, столько, сколько мы хотим, не по одной там штучке, да, мы там, я помню, мы взяли штук 5, чтобы уже отпиться в, как сказать-то даже, да, в автобусе, приехали мы на очень красочный ресепшн, где, я не знаю, каждый квадратный метр, это просто произведение искусства, на самом деле, отель был пятизвездочный, и, конечно же, его территория была, вот, представляете, 50 тысяч квадратных метров. Ну, это просто шок, потому что в таком здоровенном отеле мы никогда не были, а на самом деле всё выложено такими резными дорожками красивыми, везде травка, везде ходят павлины, везде ходят фламинго, какие-то утки с белой длинной шеей, кто у меня был на инстаграме, я не знаю, что это за утка, я гуглила, я не нашла название этой утки, всякие уточки маленькие, чёрненькие плавают, там же гуси белые, лебедей, лебедей, по-моему, не было, но что-то типа гусей плавало, да, то есть минимум насекомых, да, то есть меня укусили всего лишь раза два, и то незначительно, как наши местные комарики кусаются, и то, наверное, легче. Да, больше, чем производство Фаберлик, вот, да, то есть в регионе мы находились в Пунтакане, и вот этот отель, да, вот смотрите, тут мы, значит, въезжаем, тут огромный торговый центр прямо на территории отеля, далее, значит, вот это вот ресепшн, а тут, я не знаю, сколько бассейнов, по-моему, пять бассейнов, да, там было, да, вот наш домик, 29 Антоха у нас был, да, 29, вот вы знаете, вот это расстояние на карте, это две минуты ходьбы до... Метров 200. Да, метров 200, это две минуты ходьбы до океана. Вот реально две минуты, не видно мышку, давайте так, вот, вот 29 домик, не видно сейчас мышку, да, и две минуты ходьбы до океана. Тут же мы проходили мимо классного, крутого, здоровенного бассейна. В форме осьминога. Да, в форме осьминога этот бассейн, кстати, вот, Антошка, молодец, помогай. В общем, круто. Коля жил в 28, да, Коля жил в 28, мы в 29, и по утрам мы друг друга будили. Почему? Потому что реально встать невозможно, потому что мы максимум возможностей использовали, да, то есть мы шли везде. Как вам даже писать? Вот это просто не писано. Вы встаете с утра, вы идете на бассейн. Там йога, там водный шейпинг, там вы можете покупаться, там же есть бар, где вы можете купить все, что угодно, от кофе до спиртного, все включено, все бесплатно, нам одевали такие коричневые браслетики, да, и вы можете, могли взять все, что хотите. Да, я на самом деле, я под впечатлением, и ко мне, когда приезжал мой друг Илья Петров с Анютой, да, то есть, ну, это наш фото-видеограф и проекта наши, да, Илья Коновалов приезжал, и они говорят, Ань, у тебя такой блеск в глазах, ты бы еще раз туда поехала за свой уже счет? Я говорю, да, я бы поехала. Говорю, мне не хватило, мне было мало, потому что я была в восторге от этого отдыха, вы понимаете, я просто не представляю, вот ни на одной работе по найму, на самом деле, когда человек работает, да, на работе по найму, что ему нужно? Ему нужно полгода копить на отпуск или брать кредит. А тут мы так шикарно отдохнули, отдохнули, и не какие-то там 3-5 дней, да, мы отдохнули 10 дней, два дня перелета они вообще не считаются, хотя и в самолете мы чувствовали себя как королей-королевы, потому что там постоянно раздавали напитки, приносили горячую еду, да, то есть все, что хочешь вам стюардесса принесет, очень даже как бы хорошо к нам относились, это уже, я считала, блин, думаю, уже отдых начался, да, то есть вот прям, я не знаю, как описать, вот честное слово, прям, ну, просто здорово, здорово, здорово. Итак, значит, пошли мы по отелю, да, то есть нас довезли, довели до нашего домика, мы туда попали, все хорошо, немножко заблудились, потому что это огромнейшая территория, я шла, понимаете, вот так, вот так, говорю, ой, смотри, пальма, ой, а там кокосы, ой, 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 а тут птица, смотри, ой, говорю, смотри, вы представляете, вы знали, что павлины ночуют на деревьях ночью? Вот я шла первый день, и я наткнулась на дерево, где сидит огромная куча каких-то куриц, я сначала не догадалась, что это павлины, и мы всей толпой разглядывали, что это там за куропатки, туда залезли, там сидят, и шевелятся немножко, ведь и все, я дерево чуть-чуть потыкала, там они заквокотали, я понять не могу, кто это, оказывается, это павлины ходят ночевать на деревьях, боже ж ты мой, ага, ага, вот, я вот не знала, если честно, для меня это было открытием, да, и вот мы до номера шли, да, я не знаю, как мы и до него вообще дошли, потому что прям каждый шаг, это одно удивление, конечно же, мы прождали багаж час, наши в чате Доминиканы в Телеграме пишут, мы пошли кушать, мы пошли на шведский стол, мы нервничали, нервничали, и так и в этой футболке, в которой я приехала, я и пошла, потому что возможности помыться, переодеться не было, реально багаж не издали 2 часа, ну, считайте, 400 человек, но за 2 часа развезли всем, оказывается, нам привезли уже самый последний, да, то есть это тоже здорово, да, вот как вы видите на фотографиях, я в своем номере со Светой Спиридуновой, Антошка нас сфотографировал, огромная кровать, постельное белье менялось каждый день, полотенце каждый день, халаты каждый день, там был чайник, да, то есть все рыльно-мыльные, вплоть до зубной щетки, до швейного набора, все это каждый день принесилось свежее, шампунь для душа, бальзамополаскиватель, то есть бальзам для тела, все вообще, все полностью, вот прям все, что у вас есть в ванной, там есть тоже все, только в мини-версии, да, то есть фен, то есть ну вообще как бы никаких нареканий нет, да, то есть вот зашли мы в сам номер, да, в самом номере, кто видел видео, да, подтвердят уже, я потому что весь номер снимала, выкладывала на ютуб, в самом номере тоже чай в ассортименте, кофе в ассортименте, кофеварка, да, то есть в них можно кипятить воду, чай наливать, да, то есть она как бы такая там универсальная, стояла, сахар сколько хочешь, открываешь холодильник, там фанта, кола, спрайт, пиво, сок, и что-то еще, в общем, я уже запуталась, да, то есть это, вот вы достали сок, да, я хотела достать сок, чтобы не пить ледяной, ко мне пришла девушка, прибралась, и поставила новый сок, а этот сок так и стоял, то есть я не знаю, если бы не было веса, я бы туда 10 соков хоть бы что привезла, просто бы так, да, то есть переложил ты что-то с одного места на другое, да, они уже видят, что в этом месте, где должно быть нету, они уже подкладывают, да, то есть вот мне не хватило первый день чая, на второй день не положили чай, я этот чай взяла и переложила в шкаф, чтобы мне точно чая хватило на всех, потому что мы там, ну, гости собирались, там друг к другу чайки наливали, ходили, да, и мне положили еще чай, мне после этого чая хватало всегда, то есть, ну, как бы такие мелкие хитрости, но это просто здорово, далее, значит, это мы пофоткались в отеле, и, конечно же, 3 октября, у нас был свободный день, ну, представьте наши ощущения, представьте наши чувства, мы как дикари пошли везде, я стала выходить, пальмы-пальмы, на балконе, да, все, наверное, видели мои фотографии, в белом халате с балкона, как я с утра пью там чай, это было, конечно, шикарно, да, вот, и, конечно же, мы пошли все подряд обследовать, где какие закусочные, где какие бассейны, где что, мы не обошли половину территории, потому что обойти за весь день, мне кажется, что эту территорию невозможно, что самое интересное, по поводу еды, да, что такое все включено, завтрак примерно, Антох, с 7 до 11, да, с 10 до 12, получается, с 7 до 10, а с 7 до 10 завтрак, то есть вы можете в 7 утра прийти, покушать, попить кофе, если вам ничего не хочется кушать с просонью, то вы сходили и скупались, вы до 10 пришли, вы опять сидите, вы кушаете, да, обед начинается с 12 до 5, по-моему, да, до 6, с 12 до 6 обед, и, с 12 до 3 обед, а ужин с 5, с 6, а, с 6, да, ужин до 10, да, то есть, ну, вообще здорово, мы там сидели вечерами, и просто болтали, там заказывали, да, там официант подойдет, я ему опять кофе-милк, он мне опять кофе-милк несет, и вот мы так сидели, болтали, я пила кофеек, и мы весь вечер там разговаривали, доминикана ценится сигарами, ценится какао и кофе, я вам хочу сказать, что там бесподобный вкусный кофе, я таких кофе ни разу не пробовала, их коктейль пинаколада, ну, просто его можно пить бесконечно, он такой вкусный, его делаются льдом, в жару, это, я думала, лишь бангину не подхватить, потому что я практически все это время все пила, 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 там на территории отеля ездили всякие машинки, да, вот вы видите верхняя фотография, на ней такая вот машинка, да, то есть мы садимся и едем, куда нам надо, говорим по-английски, допустим, ресепшн, да, там, или номер своего домика, и нас отвозят туда-обратно, их там много, и можно или пешком прогуляться, или их поймать, и вас отвезут куда нужно, да, то есть очень удобно, то есть если территория отеля большая, то также вот такие вот паровозики нас возили, да, я сфоткалась на фоне паровозика, вот тоже интересно очень, а потом, значит, вот мы со Светой Спиридоновой, тут с Танюшей Савроновой, это уже где-то в районе ресепшн, а тут мы на океане с местным жителем, да, гаитянец, он или доминиканец, но по идее у них, они американцами себя называют, да, то есть они называют себя американцами, тут мы с Ириной Ткаченко гуляли, вот, то есть свободный день, это кто куда, конечно же, все бассейны, все пляжи, мы все-все-все обошли, остановились мы в бассейне, начали пробовать коктейли, вот такой коктейль, который у нас в Колес Рукаск стоит 8 долларов, да, я его пила, покупала, это пинаколада, очень вкусно, прямо внутри кокоса все это наводится, конечно, далеко, но прикольный, да, то есть везде гуляли, да, вот, знаете, вся территория отеля очень зеленая, вся в пальмах, очень красиво, также, да, то есть 3-4 октября пролетели вообще быстро, удивлялись мы на каждом шагу, и также у меня было первое незабываемое впечатление, на что я первый раз в жизни решилась, да, то есть мы поехали на моторных лодках, поехали на какой-то катамаранчик, чтобы полетать на парашютах, да, как вы видите, летела Рейхана, Джахан, Гир, Николай, Татьяна, Сережа и я, да, то есть нас было мало, желающих рискнуть было мало, вот, и, конечно же, мы полетели, суть была в том, что нас полностью пристегивали, вот к таким вот, как даже сказать, вот к таким вот штучкам железным, эти ремни не очень-очень крепкие, и как катер, как сказать-то, начинает ехать, мы остаемся на месте, нас сносит назад ветром, и потом, чем быстрее едет вот это судно, да, катамаран, скорее всего, чем быстрее едет вот это судно, тем выше мы поднимаемся, адреналин, не описать, как вы видите, на первое фото, когда мы взлетали, я просто закрыла глаза, и доверилась им, просто, я просто, очень боялась, я закрыла глаза, потом, значит, Джохангир полностью снимал свой полет, но я его испортила, да, то есть, несколько неприличных слов сказала, потому что я была очень впечатлена, ну, и потом, когда я уже посмелела, потому что Джохангир снимал видео, делился впечатлениями, говорил, боже мой, какая красота, я открываю глаза, смотрю, небо голубое, море сверху, зеленое-зеленое, думаю, как такое возможно, все домики маленькие, пальмочки крохотные, да, то есть, ну, это просто, я ехала, да, вот эти 15 минут, вот, ужасно, страшно красиво, да, я бы так сказала, и потом назад мы, также, приехали на моторных лодках, вы знаете, очень довольна этим впечатлением, такое удовольствие, по-моему, стоило 60 долларов, если я не ошибаюсь, то есть, это экстрим компания Фаберлик, нам не оплачивала, она нам оплатила, только поездку на остров Сауна, и в Санто-Доминго, вот, далее, значит, как вы видите, тут я фотографировала своих животных, которых я встретила на своем пути, а павлинах я просто так кормила, павлины, там это вообще курочки местные, да, вот как наши курочки, они ходят между столиками, да, а потом, нет, не в воду ныряли, а лодка как-то так делала, чтобы мы плавно приземлились, потому что на парашюте приземление очень плавное, да, вот, значит, павлины ходили не только по территории отеля, но они ходили там же, где мы ходили ужинать, обедать и завтракать на шведский стол, они там как вот, не знаю, как собачки выпрашивали еду, вот, мы их кормили, кормить было запрещено, нас немножко ругали официанты, я ему показываю телефон, вот так вот говорю, я видео сниму, я больше кормить никогда не буду, он ладно, разрешил, добрый, вот, да, то есть, вот они так хвосты свои распушают, чтобы их покормили повкуснее, да, фламинго тоже, мы шли мимо, как раз был дождик, я тоже видео сняла, в инстаграме оно есть, и вот я только начала подходить с телефоном, я думала, он от меня будет сбегать, понимаете, а он ко мне быстрее, он ждал, что я его накормлю, но у меня в этот раз были пустые руки, на следующий раз я, конечно же, принесла ему покушать, ну, чтобы все павлины отеля, которые занимают площадь 50 тысяч квадратных метров, не сбежались, вот поэтому их и нельзя кормить, да, ну, конечно, на каждом шагу попугая, мы не успели с попугаем сфотографироваться, да, то есть, как вы видите, это какая-то ящерка у меня на плече, и есть обезьянка, которая целует Антошку, да, она его поцеловала, вот, и такая довольная, прошу прощения, прям дух захватывает, я вам так рассказываю, да, 7 октября, столица Санта-Доминго, я чисто по тому, что я физически не могла туда поехать, я не поехала, я сгорела, как уголек, была красная, я в этот день сидела на пляже в тени, и не выходила, мне даже Антоша воду приносил, если было солнышко, я захотела попить, я Антошку посылала, говорю, принеси мне, пожалуйста, водички, да, то есть, но девчонки говорят, что пляж моря не лучше, что я, в принципе, ничего не потеряла, да, вот, значит, Санта-Доминго тоже съездила, Света, Рихана, Коля, Татьяна, Сережа, вот, им понравилось, но сказали, что не круче, чем океан, да, то есть, океан их больше впечатлил, чем столица Санта-Доминго, но все равно нужно было побывать, привести фотографии, поэтому девчонки, мальчишки туда съездили, да, вот, далее, значит, 8 октября тоже был свободный день, тоже мы фотографировали, мы везде лазили, мы везде ползали, вот, если полностью рассказать наш день, это просто, я не знаю, мы вставали в 7 утра, мы ложились около часу ночи, и так каждый день, почему? Потому что вечерами у них начиналась живая музыка, идешь в одном, мимо одного бара, там живая музыка играет на скрипке, да, подходишь туда, где они танцуют, там люди поют, тоже живая музыка, живой звук, они поют, а потом там представления на сцене, очень даже опасные представления, каждый день разные, очень интересные представления, танцы, все такое, потом, значит, там инструкторы учат танцевать их танцем, я пару движений выучила, но так и не до конца, вот я думаю, вы найдете видео, как я обучалась танцевать, тоже было очень интересно, в общем, я пищала и лезла везде, где меня пускали, вообще везде, да, то есть, да, это такие большие там раковины, мы, когда купались на Карибском море, мы такую нашли даже сами, вот, такую раковину, ракушки, к сожалению, нельзя вывозить оттуда, поэтому я привезла просто сувениров, магнитов много, мы там на 200 долларов накупили, для всей родни, магнитов всего, вы знаете, тоже как бы очень красивые такие сувенирчики, магнитики всего, вот, и, как вы видите, тут я на берегу Карибского моря, а тут мы на катамаране все вместе, да, уже, так, видно ли мышку, на катамаране, тут мы тоже на катамаране, это мы уже ближе к вечеру, да, там темнеет в 7 вечера, темнеет очень резко, вот, лампочек там, у них нету таких, как у нас, знаете, вдоль дороги лампы, чтобы не было темно, там такие небольшие светильнички, примерно мне по пояс, и, как даже сказать, вот эти вот светильнички, так, приглушенно освещают, но их много-много-много-много, и когда вы идете куда-то по ночному отелю, это смотрится безумно красиво, но я старалась сфотографировать, ну, и получается просто ряд огонечков, вдаль-вдаль-вдаль, да, то есть, да, сувениры классные были, да, я их тоже сфоткала, но уже не все, потому что половину по дороге, ну, что я вам хочу сказать, остров Саона, это на самом деле классный остров, мы туда ездили на моторной лодке, нас там постиг сильный дождь, очень сильный дождь, Коля, как джентльмен, уступил мне свое полотенце, которое за 10 минут промокло насквозь, и я его потом выжимала, поэтому не знаю, потерял он полотенце или нет, но она меня хотя бы на лодке защитила от ветра, да, то есть, вот, здорово, то есть, мы трогали настоящих морских звезд, мы их брали в ладошки, доставать их можно не более чем 2 секунды над поверхностью, так-то 3, но мы боялись по 3 доставать, сказали 3, значит 2, да, то есть, лучше, больше мы их фоткали под водой и так далее, то есть, там были такие здоровые морские звезды, такие вот маленькие, вот, которые у Коля звездочку, видите, держит звездочка у Коли, да, то есть, мы пофотографировались с маленькой, да, вот тут с нами Света Спиридонова есть, дело Танюши Сафронова, Сережа Папирайка, Рейхана, в общем, ездили все на остров Саона, далее, конечно, 10 октября, это был гала-ужин, конечно же, нас тут компания тоже не обделила, как вы видите, читаю, лучшие драгоценные директора по приросту группового объема, первой линии, с 12-го периода 2016 года по 11-й период, 2017 года, среди победителей программы путешествия драгоценных директоров в Доминиканскую республику, вот понимаете, как здорово, да, тоже приятно, я уже не ждала наград, но вот как обычно нас выделяют, потому что все же у нас с вами дублицируемая система работы, и наши новички, если не будут лениться, могут легко нас повторить, дальше на гала-ужине, нас, конечно, удивили живые танцы, да, было очень много танцев, мы их снимали, выкладывали в инстаграм, да, посмотрите обязательно, как девушки местные танцуют, они там все такие крепкие, у них у всех, у доминиканских девушек такая большая грудь, большая попа, и вы знаете, так как я тоже отношусь, да, внешностью, да, фигуристостью именно к доминиканским девушкам, у меня тоже талия, попа, да, то есть грудь, то меня очень сильно любили местные мужчины, ко мне постоянно подходили, спрашивали замужем, я не замужем, все время мне уделяли внимание, я им очень нравилась, потому что у них там чем белее, тем красивее женщина, а я как раз приехала белая-белая, как мел, да, и все на меня смотрели с таким прям, как будто я какое-то божество, меня это, конечно, прикалывало, потому что для них беленькие девушки, это вообще как бы красота, а если девушка с доминиканской фигурой, это вообще прям взрыв там был, внимание, тоже было очень интересно, вот, значит, ну что ж, мы отдохнули хорошо, классно, нас очень интересно, оригинально накормили, были маленькие такие порции, очень красиво так прям, оформленные по тарелке, ну, удивительно, был очень вкусный там десерт, тортик какой-то, конечно, да, вот, гала-ужин прошел, в принципе, на ура, там еще была дискотека в конце, знаете, такие, как вам даже описать, дискотеку, вот, такие, как фейерверки, из маленьких, куча таких маленьких огоньков, как бы, вылетало и тухло, и это, они были на постоянку, боже, боже, ты мой, забыла, как это называется, да, как типа из пушки, но они все время, весь вечер там были, вот, то есть, впечатлений тоже было, хоть отбавляй, там также пришел инструктор, две девушки доминиканки, и учили нас танцевать, свои доминиканские, такие всякие штуки, дрюки, было очень интересно, он все время нам кричал, одно и то же слово, эй, секси, и мы понимали, что, ну, мы плохо вертим попами, тоже было, конечно, очень-очень смешно, мы смеялись, прям, я не знаю, до слез, реально до слез смеялись, каждый день, потому что, вы знаете, вы подходите за коктейлем, и он сразу же начинает перед вами танцевать, он начинает, да, бармен начинает перед вами петь, начинает, как бы, что-то, какие-то выкрутасы, какие-то с бутылками что-то подкидываешь, да, ну, как сказать, первые 8 дней это было классно, но вот на 9 день, когда мы устали, он заподкидывал, я сижу, думаю, господи, скоро ли он закидать перестанет, даст мне мой кофе, да, то есть я очень хотела кофе, а он все подкидывает, все танцует, все поет, но это, конечно, вообще, вот понимаете, каждый шаг это удивление, да, вы идете по территории отеля, и куда бы вы ни сели, в какой бы отель вы ни, в каком бы месте вы ни сели, да, там очень много ресторанов, всего, к вам сразу же подбегают и спрашивают, что вам, да, что вам, вы можете заказать это в любом месте, да, то есть, к примеру, я пришла на бассейн, лежу, отдыхая в тенечке, мне несколько раз приносили шпажки, с фруктами, там манго, допустим, ананас, и все такое сочное, из них прям сок капает, такой ананас, это вообще, каждый день там кушала ананасы, очень такие сочные, сладкие, классные, такие, прям здорово, прям здорово, да, вот, это мы опять-таки сами, а в себе, на свою голову, оплачивали экстрим, я хочу сказать, что я была, ездила первый раз на лошади, первый раз я ездила на тросах, первый раз я каталась на багах, да, это такие открытые машины, с большими колесами, с сиденьями, да, то есть мы ехали в машине с Танюшей Сафроновой, с Сережей Папирайко, сначала полпути вел Сережа, потом после того, как мы искупались, Танюша Сафронова тоже села за руль, я так удивилась, я не знала, что Таня водит, в принципе, она хорошо отвела, здорово, да, потом, значит, мы летали на тросах, да, тоже смотрите в инстаграме видео, я реально боялась, мне было жутко страшно, это второй полет за всю мою жизнь, такой вот крутой, и все это в Доминикане, все это за 10 дней случилось, поездка с человека стоила 99 рублей, но, в принципе, мы не пожалели, мы увидели очень много их животных, отделенков, козочек, и так далее, и так далее, очень много, прям, всяких птичек, уточек, петушки там их местные, они все другие, они не такие, как в России, они все такие, вот, я не знаю даже, как их описать, они другие, хочется потрогать, они убегают, да, то есть, фотографии у нас есть, мы позже выгрузим в папку в Одноклассники, личные свои фотографии, и раскидаем также по чатам, лошадки были такие послушные, классные, тоже мы на них катались, по лесу, везде, нас контролировали трое человек, один впереди, один сзади, один посередине, то есть, 99 долларов, ириш, а я что, рублей сказала, да, ой, нет, это дорогое удовольствие, и также, конечно, нас накормили в конце шведский стол, но еда особо не лезла, после таких впечатлений, как-то вот замерло в груди, и отмерло только на следующий день, после таких впечатлений, да, ну, вот, как вы видите, на нижней фотографии Антоха летит, да, вот это, я не знаю, сколько там метров высота, честно скажу, даже вот, кто понимает на глаз, да, снизу это обычные полноценные деревья, да, которые вот у нас наши березы, вот, к примеру, взять, да, такой же высшенный деревья, да, и вот над такой пропастью мы три раза пролетели, и, честно говоря, даже не спросили, сколько там метров в итоге, потому что даже страшно было, очень страшно, на нас надели каски, я еще смеялась, боже ж ты мой, говорю, нас разве спасут каски на такой высшене, смеялась, в общем, сарказмом занималась, честно сказать, вот, если экран пустой, конечно же, перезайдите, иначе вы не увидите фотографии, но в принципе уже все, да, уже все, уже конец, вот, и, конечно же, дорогие коллеги, я вам хочу сказать, что Фаберлик онлайн отдыхает так второй раз круто, в прошлом году, в прошлом году, мы все вместе, ездили в Шри-Ланку, это Таня Сафронова, Сережа Попирайка, потом, значит, Коля Андрейка, я и Антон, то есть, нас было три регномера, пять человек, в этом году, нас уже выиграли путевку, обратите на это внимание, 14 человек, то есть, 14 человек выполнили условия на поездку, да, то есть, мы растем с вами с сильнейшей геометрической прогрессией, вы это заметили, да, пять или 14, разница есть, да, практически в три раза больше, так вот, в следующем году на Бали, да, у нас будет поездка с вами на Бали, я вас жду, еще в пять раз больше, ой, в три раза больше, а лучше в пять, да, лучше в пять, потому что, это просто, невероятно классно, когда ты разговариваешь со своим директором, общаешься с ним 10 дней, вместе гуляем, вместе развлекаемся, вместе танцуем, вместе считаем маркетинг план, вместе там даем, меняемся опытом, даем друг другу советы, это круто, понимаете, это прям здорово, и ты знаешь, что это этого человека, вот, допустим, Райхана, да, она живет в Таджикистане, я в Таджикистан ни разу не ездила, она уже рубиновый директор, да, у меня в структуре, и мы с ней ни разу не виделись, вы представляете, какой восторг, первый раз в жизни, увидеть глаза в глаза, своего вот рубинового, драгоценного директора, она, кстати, скоро выйдет на бриллианта, да, ну, это просто невероятно классно, Бали будет примерно в это же время, квалификация началась с 15-го каталога, то есть, мы были когда на лекции, единственное, что я вам хочу сказать, что нужно подтвердить золотого директора до 11-го каталога, и второй раз подтвердить до 12-го каталога, но самое-самое главное правило, которое уже многие могут слететь по итогам этого периода с поездки на Бали, это, чтобы вы были вип-консультантом, то есть, вы делали меньше, не менее 100 баллов личного оборота каждый период, раньше, если человек там пропустил один период 100 баллов, ему давали сделать 200 и забирали, да, допустим, в Доминикану люди так ездили, в Шри-Ланку люди добивали заказы, ездили, сейчас Алексей Геннадьевич Нечаев сказал, что ни в коем случае, поэтому, все, кто планирует ехать на Бали с нами, все, кто хочет потягаться за хорошую зарплату и бесплатный при этом отдых, я думаю, оно того стоит, обязательно по итогам этого периода у вас должны быть оплаченные 100 баллов, потому что очень много людей не планируют и думают, что они не могут рассчитать свои силы, да, и вот Елена Кайды нам, да, зам Нечаева, она рассказывала, она рассказывала, как более сотни человек не планировали выполнить условия, а на самом деле они выполнили, они добивали вот эти вот заказы, им дали добро, сейчас она просила проработать с каждым лидером, да, вот осталось всего два дня, мы как приехали сразу рассказали, я вчера это раскидала по чатам, кто видел объявление, да, то есть, вот вы не планируете, а вдруг у вас получится, и загвоздка будет в каких-то 200 баллах, понимаете, поэтому все, кто планирует ехать на Бали с уровня подтвержденного золотого директора, да, то, конечно, знайте, что нужно делать 100 баллов прямо сейчас, что такое золотой директор, да, золотой директор, это 3 директорские ветки и 1000 баллов личной группы в бок, что такое золотой директор, это премии, которые вы получите в размере уже 165 тысяч, если брать цены России, то есть, вы представляете, с уровня директора до уровня золота, помимо обычных выплат за структуру, помимо подарков по программе Фиберлик Клуб, да, там и так далее, и так далее, вы еще получите за директора 55 тысяч, за старшего 27 500, за серебряного 110 тысяч, и за золотого 165 тысяч, рубиновый уже это 220 тысяч премия, да, вот, и я считаю, что хотя бы попытаться выполнить условия на Бали, даже если вдруг что-то где-то пойдет не так, то у вас хотя бы вырастет структура, и вы там, к примеру, хотя бы серебром станете, да, хотя бы серебром станете, на серебре уже зарплата классная, да, уже как бы можно жить, ни в чем себе не отказывать, и легко уходить с работы по найму, да, вот тут девчонки с уровня уже 19% при правильном построении, очень многие с работы своих увольняются, потому что говорят, что в компании Фаберлик, они зарабатывают намного больше, и налогов платят, кстати, меньше, да, потому что все мы с вами знаем, что на работе по найму 13% налогообложения, Турция, это, Олечка, от нас подарок, да, то есть от нас, от основателей проекта, то есть Турцию оплачивают именно Татьяна Сафонова, Николай Андрейко, и Аня с Антономом Кононовым, да, то есть это немножко другие условия, о которых мы с вами поговорим позже, о которых вам рассказывала Валя Щенникова, да, то есть у вас очень мало времени, вам надо за 7 каталогов открыть 3000 баллов, и не падать, да, то есть это тоже как бы нелегкие условия, но я думаю, вы не пожалеете, если поедете с нами в Турцию, вот, ну что ж, скажите, пожалуйста, если у вас вопросы, я вам рассказала свои впечатления, и честное слово, я вам вот не рассказала даже 10 части всех своих чувств, всех своих ощущений, потому что я была очень удивлена сервисом, очень была удивлена качеством обслуживания, очень была удивлена красотой отеля, очень была удивлена вот этим всем шиком, блеском, вот это, понимаете, эти развлечения с утра до вечера, у меня было такое чувство, что у меня вот вся жизнь закрутилась, что я уже прям деградирую, потому что я только успевала, да, туда-сюда, везде, это реально, а сколько будет стоить поездка в Турцию за свой счет, Светочка, не знаю, тебе проще выполнить условия, тем более у тебя условия самые легкие, именно с этого каталога, со следующего уже не примут, болит, да, 100 баллов по итогам 15-го периода оплаченных у вас должно быть, болит только так, Оля, я не подскажу, это может подсказать только обратная связь, потому что мы такие же консультанты, только чуть-чуточку повыше статуса, мы все, да, скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, мне очень сейчас интересно, смогла ли я вам передать вот ту радость, которую я испытала, когда вот была там, да, ездила в Доминикану, потому что, вот вы знаете, я вот сейчас сижу, может быть, не видно на камне, но у меня прямо от счастья глаза слезятся, в Турцию едет только, Свет, если хочешь ехать и ты, и муж, то за мужа надо будет заплатить, если, допустим, ты выполнил условия, но хочешь взять с собой мужа, ты платишь за мужа и едешь, никаких проблем, абсолютно, мы не компания Фаберлик, мы не руководство компании Фаберлик, если вам хочется взять с собой мужа, детей, пожалуйста, берите, просто за них отдельно, вот путевочка, вот и все, передала, да, ну хотя бы немножко, Леночка, конечно можно, у тебя уже взрослая дочка, Рассчитывать нужно обязательно сначала на свои силы, постараться выполнить, чтобы поехать туда бесплатно, а потом уже, если хочется, любой, кто захочет, может поехать за свой счет, абсолютно любой, пусть хоть 300 человек поедет, даже если условия не выполнили, пожалуйста, мы закажем на вас путевки, лишь бы путевок хватило, вот о чем я волнуюсь сейчас, вот, да, то есть, но кто выполнит условия, да, то есть, или структура Николая Андрейка будет оплачивать, Коля, да, если моя структура, я оплачу поездку каждому, кто выполнит условия, или Татьяна Сафронова, я желаю вам только роста, дорогие мои, и хочу сказать, что это классно, и в десятый раз повторюсь, это здорово, когда вы зарабатываете, уже миллионы рублей в год, но вы ездите в разные страны мира, бесплатно за счет компаний, причем вы отдыхаете, это люкс отдых, это вип отдых, это необычный отдых, да, это там не какие-то 3-4 звездочки, понимаете, это просто, это космос, я не знаю, как по-другому описать, ну что ж, всем огромное спасибо, дорогие мои, за внимание, до встречи с вами на новых вебинарах, если кому-то нужно, ставьте плюсики, я проведу вам условия в Доминикану, ой, на Бали, как квалифицироваться, самое главное 100 баллов, если вы в этом каталоге 100 баллов не сделаете, все, все, да, то есть, просто вы будете просто расти, получать премии, но на Бали вы не выиграете, да, то есть, кому один плюсик, да, ну если плюсик один, то можно обратиться просто к директору за условиями, вот, да, конечно, обращайтесь тогда, ну что ж, всех целую, всем пока, всех люблю, прям, и вы знаете, когда я гуляла, вот по Доминикане, мы с мужем ходили по, когда уже заходило солнце, очень красивый закат, очень красивый закат, жаль, фото засветилось, я не заметила, больше на закат я не попала, это был единственный закат, потому что мы все время засыпали раньше того, что устали, вот, и вы знаете, я шла и думала, боже мой, как бы я хотела, чтобы каждый лидер из моей структуры испытывал такое счастье в следующем году, ну пусть уже не в этом, но хотя бы в следующем, потому что испытав такой сердце, испытав такое отношение компании Фаберлик к себе, вы полностью поменяете мнение о компании Фаберлик, на самом деле, это того стоит, работать, приумножать свой доход, и при этом бесплатно отдыхать, ну что ж, всем пока, пока,